Русская власть Русская власть Нет никакого юридического образования, есть имитация. И самое удобное место для человека, получившего фальшивое образование, точнее корочку, это как раз прокуратура. Потому что здесь делать ничего не надо. Это не работа следователя, которому надо собирать доказательства, действовать в рамках закона, Поэтому знать этот закон, знать и понимать, как формируется обвинение, если преступление есть или нет преступления, как прекратить дело, отменить производство следствия. А прокурору не надо знать ничего. Он просто получает от следователя пачку бумаги, которую может даже не изучать. Ему достаточно будет почитать обвинительное заключение и передать все это дело в суд. В суде своими словами пересказать то, что он прочел в обвинительном заключении. В общем-то не требуется никаких доказательств, никаких юридических знаний, просто ничего. И все. На этом миссия прокурора заканчивается. По тем принципам, которые внедрены той прокуратурой, которая сложилась у нас в результате исторических обстоятельств. И естественно, когда речь идет о обвинениях по 282 статье, сейчас они первоначально административные, но за два таких обвинения в течение полугода можно получить уголовное дело. А настругать таких административных дел можно сколько угодно, прямо в один и тот же момент, потому что все они стереотипные. Ну, допустим, вы что-то пишете в интернете, вы за два дня напишите два поста, и оба поста будут признаны экстремистскими, просто потому что так хочется, потому что такой политический заказ. Вы написали в двух разных местах или там написали 10 лет назад где-то или сказали Россия и русскую власть, а тупой прокурор, абсолютно необразованный и ничего не понимающий в том, что он услышал или прочитал, возбудит уголовное дело или возбудит сначала административное дело, потом несколько административных дел. Все, в общем-то, в рамках той отрасли права, которая появилась у нас только в 21 веке, это же 21 век, это же передовая Россия, целая отрасль права появилась, которая никак не связана со всем остальным правом и даже с самим содержанием правосутью правосознания, то есть антиправовое установление о том, что якобы существует вот такое законодательство об экстремизме. То есть не уголовные преступления, не действия против личности, против государства, а вот нечто такое совершенно обособленное, чему толком и определение дать нельзя и никто этого определения дать не может. Отсюда возникает произвол, каждый прокурор или каждый проходимец в мантии или в погонах может дать определение экстремизма к данному конкретному случаю. Вот чем отличается эта особенная отрасль права. А теперь к сути того, что содержится в лозунге «Россия – русская власть». У нас с прокурорами не совпадающее понимание того, что такое Россия. Первое слово мы расцениваем совершенно по-разному. Для них Россия – это Российская Федерация, запятая Россия. То есть тот субъект, который указан в законодательстве, в Конституции, к нам, русским людям, этот субъект не имеет никакого отношения. Он обозначает якобы государство. На самом деле никакого государства нет, потому что никаких признаков государства нет. В том числе нет границ, нет закона, нет законной власти, ничего, что совпадало бы с термином или с понятием государства у вот этого субъекта Российской Федерации – РФ, запятая Россия – нет. Для нас Россия – это не то, что очерчено формальными границами Российской Федерации, которые существуют для нас, но не существуют для олигархи, для изменников, для воров. Для нас прочерчены и установлены пункты прохода и принципы пересечения границ. Для них ничего этого нет. Поэтому это и не государство. Для нас это режим, который ограничивает наши права и свободы. Или, точнее, цинично их попирает. И это попрание поручено в том числе и в основном прокурорам. Ну, там еще полицаи есть, чиновники, проходимцы которых называют депутатами и так далее, и так далее. Но, тем не менее, прокуратура занимается именно этим. Они считают, что слово «Россия» относится к той территории, на которой якобы какой-то закон установлен. То есть, на самом деле, за пределы этих прочерченных границ их собственная юрисдикция не распространяется. То есть, не пустят прокурора из РФ за пределы этих границ, чтобы он там что-то возбуждал и так далее. Поэтому у нас разные понятия. У нас Россия – это страна. Либо это историческое государство, Российская империя. В некоторых случаях можно считать, что Россия – это СССР. СССР – это формальное название, а Россия – это страна. До революции Россия – это также был термин, который правильно относить к государству, к территории Российской империи. Мы так и относим. Либо к территории Российской империи, либо к территории СССР, либо к территории исторического расселения русских людей. Где они доминируют? Помимо РФ, еще Украина, Прибалтика, Белоруссия, Северный и Центральный Казахстан – это уже как минимум вот такая территория. Но для тупого прокурора, естественно, непонятно, что такое Россия. Поэтому он считает, что в лозунге «Россия и русскую власть» содержится некая претензия на изменение в том самом субъекте, который он мысленно себе представляет. РФ, запятая «Россия». Там слово «Россия», конечно, лишнее. А РФ, да, там можно, даже не надо, чтобы российская была. Что-то такое федеративное. Какое-то неясное образование, не имеющее исторических корней. И не имеющих закона, по которому это РФ живет. Закон есть произвол. Вот это то, что утверждает нынешняя прокуратура, которую возглавляет ученик самого такого отъявленного русофоба Чайки, который у него учился русофобии, занимался экстремизмом. И поэтому у него, по всей видимости, периодически возникают такие задания к своим подчиненным. Надо бы поискать снова экстремизм. Ну а как его искать? Это уж крутитесь как хотите. Ну и необразованный тупой прокурор, он вот наше понимание России совершенно не замечает, он придумывает свое в этом лозунге. Второе, второй термин или второе понятие, которое здесь используется – власть. Вот человек в погонах, прокурорских погонах, там какой-то чиновник юстиции, он что такое власть не понимает, потому что определения власти у него нет. Он просто представляет себе, что власть – это президент, правительство, и как это русскую власть, это же невозможно. Какая же там может быть русская власть, если президент – вот это, правительство – вот это. Это так называемый парламент, по ошибке так называют ГД, Государственную Думу, где не говорят и не думают, а исполняют распоряжение тех, кого числят над собой. Какая это власть? Для нас это не власть. Власть – то, что от Бога. Это не от Бога. Это точно какое-то такое сатанинское объединение. Мы вообще не претендуем на то, чтобы каким-то образом это изменять. Мы это хотели бы отменить, чтобы этого вообще не было. Потому что эта власть, вот эта власть русской быть не может. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы их русифицировать. Это невозможно просто. Это доказано как минимум тремя десятками лет, в течение которых, ну, по крайней мере, я наблюдаю политику, это невозможно. То есть какие-то надежды, шансы там были в 90-е, в 2000-е, сейчас это абсолютно безнадежно. Поэтому Россия совсем другая и власть совсем другая. Наше понимание власти – религиозное, а не формально юридическое, которое выдумано и внедрено в мозги вот этих людей. Речь идет не о государственной власти в том понимании, в котором этот термин содержится в законодательстве. Вообще не о государственной власти. Потому что нет ни государства, ни государственной власти, ни вот те органы, которые якобы прокуратура защищает, не являются для нас властью. Мы говорим вообще о другом. То есть о другом субъекте и о русификации вот этого субъекта. Страна Россия, историческая Россия, историческая территория расселения русских должна получить русскую власть. Не эту. Это власть не русская и не власть. А это просто набор чиновников, которые истязают нашу Родину. И, наконец, русская. Мы понимаем русская противоположно тому, как понимают прокуроры. Они считают, что на одну доску ставят там всех, кто живет в Российской Федерации, не в Российской Федерации. Все, кто имеет хоть какое-нибудь название, самоназвание. Не важно, как этот субъект, какого он размера, какой исторический путь им пройден. Не важно. Все одинаково. Будь то, я не знаю, чукчи, азербайджанцы, евреи. Все это одно и то же. Или какие-нибудь там нагоносаны, микронарод. Все это одно и то же. То есть, все это считается как бы народа. Что такое народы? Что такое народ? Они имеют, прокуроры имеют понятие о том, что такое народ? Я думаю, что никакого понятия они не имеют ни о народе, ни о том, что имеется в виду под словом «русские» или «русское». И что такое русская власть. Они не понимают, абсолютно не могут сообразить, о чем же здесь идет речь. Так русские не сравнимы, во-первых, с другими этническими или этнополитическими группами. Русские вообще не этнос давным-давно. Русские – это политическая нация. Прежде всего, с этническими корнями, безусловно, с уважением к своему родству. В лучшем случае, нация защищает свои корни. Сейчас у нас от нации мало чего осталось. Мы, русские, относим не к этому сброду русскоговорящему и полиэтническому, а мы о другом ведем речь. То есть русская власть относится не к этнической группе какой-то, а к политической нации, которая когда-нибудь будет создана. То есть речь идет о будущем, а не о том, что мы хотим ущемить какие-то права представителей других национальностей. Вообще о другом идет речь. Речь идет о формировании общественно-политического субъекта, по сути дела, народа, которого и сейчас, по сути дела, разве это народ? Посмотрите вокруг себя, это народ, что ли? Или почитайте в интернете, это не народ, конечно. Это просто отдельные люди, русскоязычное население непонятного субъекта под названием Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы был народ, и чтобы этот народ, обретая свою государственность и политическую солидарность, стал нацией. Кроме как русской нации, в России другой нации быть не может. Какое название вы не придумаете, хотите россияне, россияне не имеют никаких корней, это совершенно искусственное название. Россия населена русскими. Вот историческая реальность. Поэтому, если России суждено стать политическим субъектом, суверенным государством, то там и будет русская власть. Поэтому, когда мы говорим о России и русской власть, мы говорим о суверенитете, об определенности культурно-исторического наследия, которое является стержнем государственности. Мы, конечно же, говорим о том, чтобы власть была легитимной в России, только русская власть может быть легитимной, никакая другая. Это не этничность, а это политичность. Если нет политики, то, соответственно, нет никакого суверенитета и никакого способа защиты суверенитета, раз уж его нет и никто его не собирается защищать. Как сейчас. Нам вот как сейчас не надо. Нам надо так, чтобы была Россия и русскую власть. В том понимании, как я сейчас высказал, а те прокуроры, я думал, может быть, даже целая компания идет, мне что-то неизвестно. Я получил сведения о том, что в двух местах возбудили административные дела о том, что кто-то где-то в комментариях в сети написал Россию и русскую власть. Это тупые прокуроры. Им надо разъяснять, может быть, а на самом деле, если они возбуждают такие дела, это свидетельство о их полной недееспособности, полном волюнтаризме в области права. Это их просто мнение. Их полномочия они используют прямо против права, против граждан, против свободы граждан определять свое мировоззрение. Наше мировоззрение именно таково. Россия и русскую власть. Но если они это понимают как, ах, это экстремизм, это покушение на какие-то другие народы, это чуть ли не покушение на конституционную, якобы установленную нынешнюю власть, нет, это совершенно в разрез и в другой плоскости, и о другом вообще идет речь. О чем я сейчас сказал, я надеюсь, что те, кто посмотрел этот ролик, меня поняли. Я не надеюсь на понимание прокуроров, потому что тупость для них это просто то свойство, которое им внедряют в системе образования, по долгу службы. Они должны ничего не понимать. Они должны ничего не понимать. Я разъясняю. Будет ли, например, мое разъяснение принято в суде? Я уверен, что нет. Потому что и судьям тоже внедряют в головы, что вы должны быть вот такими, какие вы есть. Попирать право, попирать здравый смысл, не пользоваться логикой, никакой логикой, чтобы никакой связи не было. Вы только так должны относиться к русским людям, к подавляющему большинству русских людей. Но в особенности цинично пренебрегать правом и формальной логикой, просто элементарными правилами построения логичных умозаключений. Потому что вам это поручено. Вам поручено дерусифицировать Россию судям, прокурорам. И следователям очень часто они подделывают, просто фальсифицируют административные и уголовные дела, которые вам поручают вести. Нам такая власть, нам такие судьи, такие прокуроры, такие следователи, эксперты, которые всякую ахинею пишут по поручению суда или следователи, не нужны. Не нужны. Вот русскому человеку все это не нужно. Поэтому мы говорим Россию русскую власть. Вот это нам не нужно. Мы и сообщаем вам, и друг другу мы сообщаем, что это нам не нужно. Нам нужно другое. То, о чем я сказал. Нам нужна Россия как совершенно другой субъект. Нам нужна власть как совершенно другой субъект. И нам нужна русская власть в России. Как и было всегда на протяжении всего исторического пути, но этот путь был прерван, сорван большевиками, а вы сейчас, беззаконники, продолжаете ту же самую политику, как и большевики, те же самые политические репрессии, хотя в ослабленном виде, но степень подлости этих репрессий просто уменьшился в масштабе. Но не в масштабе, точнее, а в интенсивности. А масштаб-то, в общем, охватывает всю страну. И вот с этим нам надо заканчивать. Я думаю, что если России суждено продолжиться в истории, то мы избавимся от этой власти. И действительно, в России будет русская власть. Слава Руси! Господи, спаси!